Достойное выступление. Глава государства поздравил Каракат Башанову с призовым местом на детском Евровидении. Она достойно представила страну. На этом престижном международном конкурсе написал президент в Твиттер, поздравив юную вокалистку с великолепным выступлением. После успешного выступления Каракат Башанова на детском Евровидении европейцы создали в интернете петицию. Они просят, чтобы Казахстан включили в список участников аналогичного вокального конкурса для взрослых исполнителей. Подробности в следующем материале. Выступление 12-летней Каракат запомнилось не только благодаря таланту, вокальным данным и ярким спецэффектам, но также из-за глубины произведения и личной истории юной певицы. Активно голосовали за девочку и за пределами Казахстана. Мы очень рады хорошему достижению победы наших Каракат юной. Действительно, площадка Junior Eurovision – это серьезная площадка для узнаваемости не только артистов, но и страны. Поэтому мы счастливы, что столько людей не только из Казахстана, а вообще в целом из Европы голосовали за нашу юную исполнительницу, за ее песню. Казахстан в третий раз участвовал в музыкальном состязании наряду с другими европейскими странами. Это стало возможным благодаря тому, что крупнейший медиаходинг страны, агентство Хабар, является ассоциированным членом Европейского обещательного союза. Вот этот хрупкий ребенок заставляет весь мир говорить о Казахстане уже во второй раз. Если в прошлом году это был Ержан Максим, то в этот раз у нас это девочка Каракат. И вот результатом вот этих двух ярких детских выступлений явилось то, что европейские страны выпустили петицию с тем, чтобы Казахстан уже начал выступать во взрослом Евровидении. Сможет ли Казахстан в скором времени стать участником самого известного европейского музыкального конкурса для взрослых исполнителей, пока неизвестно. Но сама Каракат не против попробовать свои силы и в будущем. Я бы хотела поучаствовать во взрослом Евровидении, но я там буду петь вообще в другом жанре и у меня будет другой абсолютно образ. Детское Евровидение – не только музыкальный конкурс, но и социальный проект. В национальном отборе участвовали около 700 детей. Из них 30 стали полуфиналистами и получили бесценный опыт, который им обязательно пригодится для дальнейшего развития. Бржан Валеев, Ержан Архаманбердеев, Хабар, 24. Известные мировые политики и казахстанские государственные деятели собрались на одной площадке в столице Казахстана, где прошла международная конференция, посвященная политику глобального масштаба Нурсултану Назарбаеву. Говорили о роли первого президента как основателя современного государства. Это был не просто глубокий анализ работы Ельбасы, стоявшего во главе страны, это еще и исследование личности автора побед мирового уровня. Феномен Нурсултана Назарбаева давно вышел за рамки президентского института. Нинара Жанбатырова продолжит. Столичный Казмедиа-центр сегодня собрал в одном месте видных общественников, государственных деятелей, даже политических тяжеловесов со всех уголков земли. Разумеется, часть приглашенных были на связи онлайн. Хедлайнером встречи был Ельбасы и времена его президентства. По словам спикера Сената Маулена Ашимбаева, Казахстану повезло, что когда-то к власти пришел сильный лидер. Говорит, именно личные качества Назарбаева и его внутренние убеждения стали основой сегодняшнего Казахстана. Были сформулированы ключевые принципы интеграции. Это реальное равноправие, уважение суверенитета, независимости наших государств и экономический прагматизм. Время показало, что инициативы Нусултана Абишевича Назарбаева соответствуют долгосрочным интересам евразийских стран. Эти идеи воплотились в ряде договоренностей и соглашений. На связи со столичным конференц-залом были и известные зарубежные политики. Они тоже успели поработать с Ельбаса. Мировое сообщество до сих пор благодарит Назарбаева за три важные инициативы. Их напомнил экс-премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Во-первых, он отказался от ядерного оружия, благодаря чему Казахстан стал единственной страной, ликвидировавшей свой ядерный арсенал. Во-вторых, Казахстан, как страна с преобладающим мусульманским населением, является маяком религиозной толерантности. И в-третьих, Казахстан, несмотря на то, что находится между двумя глобальными гигантами, Китаем и Россией, оставался верным и надежным союзником Запада. Этот список можно дополнить еще рядом важных инициатив, которые сыграли большую роль не только внутри страны, но и во всем мире. Он создал Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которое сегодня объединяет больше двух десятков стран. Ельбасы внес значительный вклад в создание и развитие шанхайской организации сотрудничества. По инициативе первого президента был проведен саммит УБСЕ. Широко известны уникальные съезды лидеров мировых и традиционных религий. Благодаря миротворческим усилиям на султан Назарбаева были решены или перешли дипломатические руслы многие региональные проблемы. В частности, здесь можно сказать об астанинском процессе по Сирии, переговорах по иранской проблеме в Алматы. Во многом благодаря личному посредничеству Нурсултана Назарбаева был разрешен серьезный кризис российско-турецких отношений в 15-16 годах. Диалог и доверие стали отличительной чертой внешней политики Казахстана, считает бывший госсекретарь США Кандали Зарайс. Она тоже была на прямой связи с другого континента. Гордится дружба с Ельбасы и бывший президент Турецкой республики Гюля Абдулла. По его словам, Нурсултан Назарбаев сердцем и разумом чувствовал тюркский мир. Он сделал и делает все возможное для его развития и объединения. Вспоминались сегодня не только большие политические свершения Ельбасы, но и личные советы лидеры нации, которые повлияли на судьбы известных людей. В заключении нам будет всем интересно послушать известного казахстанского политолога и общественного деятеля Ермхамеда Кабидемича Ертызбаева. Хотелось бы узнать, какой совет вы считаете самым важным в жизни? Расскажу о том совете, вернее не совет, а напутстве, которое Нурстан Абиши дал мне 11 марта 1995 года. Я стал советником, я утром зашел в кабинет, он лично мне вручил удостоверение. А в это время в конституционном суде решался вопрос по поводу распуска парламента. И он мне задал вопрос, вопрос очень сложный был. Я посмотрел на него, начал лихорадочно соображать, какой ему ответ понравится. И он мне сказал, не пытайся угадать мои мысли, мне это не надо. Говори всегда только то, что думаешь. В своих выступлениях участники отметили роль и значение первого президента в становлении суверенитета Казахстана, выстраивание эффективной системы госуправления. И те основы, которые заложил Ельбаса, стали отправной точкой для новейшего этапа национальной истории. Убеждены как казахстанские, так и зарубежные политики. Динар Жмбатырова, Диана Сапарбекова, Хабар 24. Парламентарии стран ОДКБ приняли программу модельного законодательства до 2025 года. Документ содержит акты, касающиеся в частности вопросов развития национального законодательства по формированию и использованию больших данных, созданию искусственного интеллекта, кибербезопасности и цифровых подписей в контексте обеспечения информационной безопасности. Помимо этого, на заседаниях парламентской ассамблеи ОДКБ, которая состоялась сегодня в формате видеоконференции, определились с планами работы на следующий год. В Казахстане создадут Международный центр развития нефтегазового машиностроения. Эта инициатива позволит оказать поддержку отечественным товаропроизводителям. В частности, открыть до 10 крупных предприятий, а также сервисные центры. Тем самым выпуск продукции локализует. Плюсом станет сокращение импорта нефтегазового оборудования. Ежегодно на эти нужды уходит около 2 миллиардов долларов. Соглашение о создании международного учреждения подписали представители правительства, председатель правления Союза машиностроителей Казахстана и руководители нефтегазовых компаний. При создании центра используют опыт работы англо-голландской и итальянской нефтегазовых компаний. Кроме того, создание центра позволит привлечь новейшие технологии, высокоэффективные технологии. Продукция, выпускаемая на этих предприятиях, будет ориентирована не только на удовлетворение внутреннего спроса, внутреннего рынка, но и будет акцентирована на экспорт. Кроме создания, как я уже сказал, новых 10 производств крупных заводов, будет загружено дополнительно действующее предприятие. Партнерство внутри ШОС в агропромышленной сфере необходимо усилить. Так считает глава казахстанского Кабмина. Оскар Мамин принял участие в заседании Совета главправительств стран-организации. Оно проходило в режиме видеоконференц-связи. Премьер-министр предложил пересмотреть программу сотрудничества по продовольственной безопасности, усилив ее с учетом конкурентных преимуществ каждой из стран. Во время заседания также обсуждали меры по углублению партнерства в торгово-экономической и инвестиционной сферах, в том числе в контексте преодоления последствий пандемии COVID-19. По итогам встречи были приняты совместная коммунике и план мероприятий до 2025 года. Жесткие ограничительные меры продлены еще на неделю в Кустанайской области. Регион по-прежнему в красной зоне. При этом ситуация ухудшается. Число новых случаев увеличилось в семь раз. С 9 ноября в области действуют локдауны, выходные и праздники. Сокращено время работы точек общепита и торговли. Деятельность ряда объектов предпринимательства временно приостановлена. На выездах из областного центра установили санитарные посты. Передвижение населения ограничено с 10 вечера до 6 утра. 1 ноября у нас было зарегистрировано 13 случаев, на вчерашний день уже 87. Конечно, добавляется и количество больных, госпитализированных в инфекционные отделения на нашей области. Практически в два раза увеличилось число заболевших. Что касаемо вопросов послабления, конечно, это в первую очередь интересует наших предпринимателей. Они могут быть рассмотрены только в том случае, если будет у нас стабильное снижение заболеваемости, а также наша область выйдет из красной зоны. Восточный Казахстан по-прежнему остается лидером в стране по количеству зараженных. Но в целом темпы заболеваемости идут на спад. Последние несколько дней в области регистрируют меньше 150 случаев в день. Если удастся добиться показателя от до 100 инфицированных в сутки, то Восток сможет выйти из красной зоны. Как местные власти пытаются вернуть эпидситуацию под контроль, узнавала Анель Есенбердина. Этот месяц для Восточного Казахстана выдался непростым. В начале ноября каждые сутки регистрировали до 350 заболевших COVID-19. Сейчас показатель варьируется в пределах 130-135 заболевших. В частности, сегодня выявлено 125 новых случаев. Причем около 40% из них бессимптомные. Взять под контроль ситуацию помогла и работа единственного в стране центра локализации. Именно туда стекаются все данные о ПЦР-положительных результатах. Мы видим, в каком районе, в каком участке, микрорайоне. Зарегистрированные на карте отображаются в интерактивной карте. И также есть модуль, пять модулей. Один из них «Я на карантине» называется. То есть обязательно больной или носитель, или контактный обязательно скачивает это приложение. И данный центр видит передвижение контактных. Вплоть до того, что выявляют тех, кто нарушил режим самоизоляции и возвращают их по домам. За передвижениями людей следят и полицейские на блокпостах. Всего их 24 в области. Семь из них в Искаменогорске. На перевале Чичек сегодня работает Азамат Олегула с напарником. Рассказывает, в сутки тут проезжают около тысячи машин. Проверяют всех, чтобы не допустить распространения инфекции. Конечно, работа у нас сложная. Находимся здесь и в метель, и в мороз. Несем службу для того, чтобы стабилизировать обстановку и обеспечить порядок ради наших граждан. Тем более сейчас на постах остались только полицейские. Медики перешли на усиление мобильных бригад. И работа стражей порядка усложнилась. Поэтому их решили поддержать волонтеры. И чтобы согреть в холода, привезли чай, баурсаки, сладости. Наш восточный Казахстан находится в красной зоне. Но мы общими усилиями выйдем из этой зоны. Очень надеемся, что это произойдет скоро. Сейчас такой период, когда мы должны проявить сплоченность, быть дружными для того, чтобы победить коронавирусную инфекцию. Санэпидемиологи ожидают, что при таких темпах регион сможет в ближайшие дни выйти из красной зоны. Уже сейчас в области из развернутых 3250 инфекционных коек заполнено всего 16-18%. Анна Лисенберг, Нажгер Бабаканов, Усть-Каменогорск, Хабар, 24. Санитарные посты установили в Текеле Алматинской области. Сотрудники Акимата, полицейские, волонтеры уже заступили на дежурство. При въезде в населенный пункт специалисты проверяют у пассажиров и водителей температуру и узнают, с какой целью они прибыли в регион. При этом обязательно наличие ПЦР-справки для приезжающих из областей, входящих в красную зону. Согласно постановлению главного санврача, в выходные и праздничные дни в городе не будут работать кафе и точки общепита. Местным властям пришлось ужесточить меры из-за 12 случаев заражения коронавирусом, которые выявили на прошлой неделе. Все больные на домашнем карантине. С начала второй волны в городе коронавирусом заразились 28 человек. Большая часть из них бессимптомные. Пять пролечились в инфекционной больнице. 40 контактных на домашнем карантине. Две недели за их состоянием будут следить врачи. 800 повладарских водителей нарушили требования карантина. В основном они пытались незаконно пересечь блокпосты. У многих отсутствовали разрешения на выезд из города. Некоторые игнорировали требования полицейских. Один из буйных автовладельцев поплатился за свой нрав и сквернословие. Ему не понравилось замечание стража порядка о непристегнутом ремне безопасности. С начала года за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции в регионе наказали 150 человек. По данному факту в отношении мужчины было возбуждено административное производство. По статье 667 административного кодекса материал был рассмотрен в суде. Уже по становлению суда данный водитель подвергнут административному штрафу в размере 20 МРП. Другим темам. Село Уштаган Азгырского района Траусской области находится под угрозой затопления песком. Огромная дюна уже вплотную приблизилась к домам, находящимся на окраине. И прошлое лето выдалось особенно тяжелым для жителей. Повседневная жизнь семьи Ережеповых, живущих на окраине села, начинается с борьбы с песком. Семья Акталпиньережеповой вот уже несколько лет страдает от него. Песок движется и зимой, и летом. Люди опасаются, что он накроет дом. Сейчас песок попадает в дом. Дом впитывает влагу. Стена рушится. Сейчас у нас чрезвычайная ситуация. Песчаная проблема для 145 семей села Уштаган длится вот уже несколько лет. Особенно серьезные обстоят дела в домах на восточной стороне населенного пункта. Но люди не хотят переселяться из привычных мест. По их словам, песчаная местность благоприятна для содержания скота. Вода у нас есть, дровами обеспечивают, газ вот провели. Но эта проблема с красным песком доставляет много неудобств. И в дороге приходится очень сложно. Из-за этого доставка продуктов, питание затруднена. В советское время, чтобы остановить песок, сажали ивы. Однако в последние 10-15 лет эта работа приостановлена. В результате песок рушит даже электрические столбы. Акиматом района изучена земля и согласовано проведение работ по засыпке песка на площади больше 33 гектаров. Мы разрабатываем проект землеустроительных работ на 10 гектаров. Индивидуальный предприниматель Утипкалиев делает работы на 1 миллион 200 тысяч тенге. Посадим Саксаул и начнем борьбу с песком. Саксаул очень устойчивый к красному песку растений. Это единственный способ остановить движение песка. Ранее в Желойском и Козылкогинском районах Атараусской области против оползней были высажены растения. Теперь местные власти попробуют применить этот метод. Тамара Степанова, Растанбек Кенже, Аман Тай Матенов, Атараусская область, Хабар-24. Казахский музыкально-драматический театр готовится к торжественному открытию. Совсем недавно его коллектив переехал в новое здание. Его возведение инициировал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Динара Абдирова побывала в новом театре и узнала, как идет подготовка ко встрече со зрителями. Переезда в новое здание артисты Казахского музыкального драмтеатра ждали долго. Теперь в распоряжении коллектива больше 22 тысяч квадратных метров. Кроме зрительных залов есть здесь и арт-галереи, и места для торжественных встреч. За ходом возведения нового театра лично следил Ельбаса Нурсултан Назарбаев. Я до сих пор помню, как мы открылись, он нас поддержал и в это время нам сказал, ребята, он сказал на казахском все, конечно, будет время, у вас будет большое-большое, очень красивое здание. Я вам обещаю. И вот это исполнилось. Это такая радость для нас. Ну, конечно, это время, такое время пандемии, немножко опять затормозило все это. Народ ждет, когда спектакль, они хотят увидеть театр. Не меньше зрителей открытия ждут и артисты театра. По их словам, каждый из них скучает по сцене. Но даже во время карантина коллектив не сидел без дела. Не сидели сложа рукой, как можно сказать. Работали по пять, по шесть человек, по десять. Вот возьмем спектакль, спеть по кускам, работали. Искусство любит движение, мы всегда были в движении. Театр же работал всегда, как сказал, жив и будет жить театр. Какой ситуации не было. Теперь театр начинает свою новую летопись. Встречая зрителей, коллектив театра будет двух залов. Этот большой вмещает в себя свыше 600 человек. Подготовка здесь идет полным ходом. Теперь дело осталось за малым. Торжественно открыть свои двери для уже соскучившихся зрителей. Сейчас коллектив театра готовится представить на суд зрителей спектакль «Абай». Но дату премьеры пока не называют. Все будет зависеть от эпидситуации, говорят актеры. Динара Абдирова, Ерза Зайтхан, Хабар, 24. В столице завершился шестой республиканский военно-патриотический сбор молодежи Айбин. В нем приняли участие представители 69 школ со всей республики. Сборы на этот раз проходили онлайн. В прямом эфире юные патриоты демонстрировали мастерство владения оружием, навыки оказания первой помощи и физическую подготовку. По итогам были названы команды-победители. Среди военно-патриотических клубов лучшим стал «Жас-Кран». Из Восточно-Казахстанской области среди клубов вооруженных сил республики члены жюри выделили «Сагадат». Среди команд республиканских школ «Жас-Улан» первое место заняли столичные школьники. Победители получили кубки, электросамокаты и грамоты. Напомним, военно-патриотический сбор Айбин проводили в шестой раз. Он длился два месяца. В октябре в этом году не будут тратить бюджетные деньги на новогоднее оформление улиц. Власти решили сэкономить. Для украшения города будут использовать те же елки и иллюминацию, что и в предыдущие праздники. Два года назад на закуп новогодних игрушек и гирлянд направили 45 миллионов тенге. Всего же на улицах Актобе установят около 50 лесных красавиц. Для оформления областного центра будут использоваться елки, игрушки, гирлянды, которые приобретали в предыдущие годы. Если со стороны спонсоров будет оказана помощь или финансирование, будем дополнительно украшать город. И на этом все. Следите за развитием событий вместе с нами на телеканале Хабар 24. Всего доброго.